Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео мы обсудим сообщение о том, что уже в этом месяце должен состояться запуск биржи, на которой владельцы ванкойнов смогут обменивать их на фиатные деньги и на криптовалюту. Большинство владельцев ванкойна с нетерпением ждут момента, когда появится биржа, на которой они смогут свободно конвертировать имеющиеся ванкойны на криптовалюту или на фиатные деньги. На самом деле, несколько лет назад уже была возможность обменивать ванкойнов на фиатные деньги, но потом Ружа Игнатова такой обмен прикрыла. Я не знаю деталей. Если вы знаете, как Ружа Игнатова это объяснила, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, могу предположить, что количество желающих продать ванкойны было больше, чем желающих купить. Соответственно, это привело к падению курса ванкойна. И чтобы этого избежать, этот обмен вообще был прекращен. Но в последнее время стали появляться сообщения о том, что биржа, на которую можно будет свободно конвертировать ванкойны и обменивать на фиатные деньги и на криптовалюту, появится очень скоро, буквально уже в этом месяце. Буквально на прошлой неделе прошел вебинар на английском языке, где демонстрировались вот такие слайды. И я сейчас сделаю вам перевод того, что написано на этом слайде. Итак, перевод информации на слайде. Для начала функционирования биржи требуется выполнить следующее условие. Первое. Бирже требуется сотрудник по соблюдению требований, сотрудник внутреннего контроля и внешний аудитор. Биржа готова нанять сотрудников на эти должности с 1 сентября 2019 года. Биржа согласилась с политикой кредитного плеча, но текущий капитал компании их не устраивает. На данный момент ведутся переговоры по размеру текущего капитала. Второе. Второе требование касается лимитов. Биржа должна объединить имеющиеся лимиты с новыми требованиями. Третье. Относительно криптовалют. Они должны делать запрос по каждой криптовалюте, которая будет торговаться на бирже. Если на бирже будет происходить торговля без одобрения, может быть наложен штраф. Три штрафа могут привести к аннулированию лицензии. На следующем слайде говорится о лимитах. Например, вот здесь говорится, что биржа не может обменивать больше, чем 10 тысяч долларов на операцию на одного клиента в один месяц. В следующем абзаце говорится о двух типах лимитов. Лимиты по соответствию и лимиты по торговле. В последнем абзаце упоминается некая платформа соответствия, по-английски compliance platform. И здесь говорится, что запуск этой платформы должен состояться в середине сентября. Но вот сегодня у нас уже 11 сентября. То есть буквально через несколько дней будет уже 15 сентября, то есть середина. Здесь говорится, что на данном этапе разработки платформа получила одобрение от контролирующих органов. Были предоставлены API-ссылки сервисом WorldCheck and Go IML. Аудит биржи будет проводить европейский регулятор, поэтому сотрудники биржи ознакомились с необходимыми требованиями и собираются внедрить их внутрь платформы, чтобы соответствовать этим требованиям. Внесены поправки, ожидается одобрение. В последнем предложении, выделенном красным цветом, говорится о том, что будет выпущена видеоинструкция по работе с биржей. На следующем слайде говорится о лицензировании и аудите IT-платформы. Здесь написано, что в данный момент ожидаем точную дату, когда наш сайт посетит некий орган или некая компания CB. По всей видимости, это какой-то контролирующий орган, от которого зависит принятие решения. И скоро планируется получить специальное разрешение на работу. Комиссия на допуск к работе оплачена. Когда проверка сайта будет завершена и оставшиеся недочеты будут устранены, тогда биржа получает временное разрешение на работу. И с этого момента она, собственно, может уже приступать к полноценной работе. На этом слайде показано, какие криптовалюты будут торговаться на данной бирже. Ну, по сути, мы здесь видим все основные известные криптовалюты. И в этом списке мы видим также и ванкоин. На этом слайде показано, какие фиатные валюты будут торговаться на данной бирже. Я насчитал 42 штуки. То есть достаточно много. Причем в этом списке можно найти даже российский рубль. Так что если все заработает, то вы сможете обменять ваши ванкоины напрямую даже на рубль. Если подытожить всю эту информацию, то, конечно, информация очень позитивная. Биржа объявила о наборе сотрудников с 1 сентября. Также там прозвучала информация, что IT-платформа должна уже функционировать в середине сентября. А до середины осталось буквально несколько дней. Ну, осталось только дождаться, когда, собственно, запустится сама биржа. Правда, остаются вопросы, а что произойдет с курсом ванкоина. Если количество желающих продать ванкоин будет больше, чем количество желающих купить, это может привести к падению курса ванкоина. Ну, что ж, посмотрим. Пишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу. Действительно ли биржа запустится уже в ближайшие дни, или срок запуска будет постоянно переноситься. В любом случае, я и дальше буду следить за развитием событий и освещать их в своих видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.